Главные символы победы, георгиевские ленточки, гвоздики и слова, в которых живет целая история. До одного из главных государственных праздников 9 мая осталось чуть больше недели. С ветераном, участником тех героических событий, познакомилась и наша съемочная группа. Внимание на экран. Вот каким я был. Видите? На старой черной белой фотографии 19-летний юноша со своими фронтовыми товарищами. Этот снимок Вологжинин Геннадий Васильевич Шириков сохранил как память о последних годах Великой Отечественной войны. На фронт его призвали сразу со школьной скамьи. В декабре 43-го, после обучения военному делу в Вологодских красных казармах, юноша был направлен на 3-й Прибалтийский фронт, где его сразу зачислили в автоматную роту. В первые же дни Геннадий Васильевич участвовал в отражении немецкой атаки на штаб его полка. Вот это было первое боевое наше крещение. На третий день пребывали на фронте. Далее его рота в составе советских войск двигалась на юго-запад, освободив от немецких захватчиков Изборск и Печоры, а затем эстонский город Тарту. А в декабре 44-го их дивизию перебросили на 1-й Украинский фронт, где солдатам предстояло освободить Краков. Особенно сильны у Геннадия Васильевича воспоминания об освобождении концентрационного лагеря Освенцима, в котором к приходу Красной Армии находилось около 7,5 тысяч заключенных. Долгожданный день победы Геннадий Васильевич с товарищами встретил в Праге. То майское утро, когда впервые расцвела верба, а солдаты не переставали салютовать. Для фронтовых друзей было самым счастливым, а позади были тысячи километров, пройденных ими от Ленинграда. Сейчас на груди ветерана множество различных наград, полученных им разные годы. Это знак «Почетный ветеран» Вологодской области. Это знак «Почетный ветеран Российской Федерации». Медаль за отвагу, Орден Турного Красного Знамени, Орден Знак Почета. В свои 90-е Геннадий Васильевич активно выступает на различных патриотических мероприятиях. Также он является одним из инициаторов создания книги памяти. Усилиями ветеранов не было увековечено более 70 тысяч имен Вологжан, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. На вопрос о пожеланиях молодому поколению ветеран отвечает, что всегда нужно быть сильным не только телом, но и духом. И никогда не забывать гереческий подвиг, совершенный народом во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Всем привет! С вами Егор Канавин. Это наша постоянная рубрика «Коротко по теме», в которой мы рассказываем, чем заняться в Вологде в ближайшее время. Сегодня в выпуске праздничное первомайское шествие, очередной матч баскетбольной команды «Волокда Чуваката» и акции от волонтерского корпуса «Волонтеры Победы». Внимание на экран! 1 мая по всей стране отмечается праздник «Весны и труда». Первомайское шествие пройдет в областной столице. Участие в нем подтвердили уже более 100 организаций города, промышленные и транспортные предприятия, городские учреждения, общественные организации, молодежь и ветераны. Построение колонн начнется в 10.30. Производственные предприятия соберутся на площадке у стадиона «Динамо» на улице Чехова, а работники бюджетной сферы, студенты и представители общественных организаций на улице Марии Ульяновой. Колонна пройдет по улицам Чехова и Мира и выйдет на площадь революции. В 11.30 там состоится торжественный митинг с участием областных и городских властей, а в 12.00 начнется праздничный концерт. Параллельно на площади пройдут показательные выступления и соревнования по армрестлингу и уличному баскетболу, а также силовое экстрим-шоу. Также 1.00 мая команда «Волок» до «Чеваката» проведет очередной матч серии плей-офф чемпионата России по баскетболу. Соперником вологжанок станет Красноярский Енисей. Это будет уже вторая игра в серии. Первый матч за седьмое место в главном баскетбольном первенстве страны состоялся 28 апреля. Наша команда на выезде уступила красноярским баскетболистам с минимальным разрывом в счете 71-73. Вторая встреча состоится в ОСКК «Волок» до 18.30. При необходимости там же 2 мая пройдет еще один матч. Всем активным молодым вологжанам, желающим помочь в организации праздничных торжеств, посвященных 9 мая, предлагают стать участником волонтерского корпуса «Волонтеры Победы». 5 мая добровольцы будут раздавать георгиевские ленточки в составе творческих агитбригад на центральных городских площадках. 5 и 6 мая в рамках акции «От чистого сердца» волонтеры совместно с курсантами ВП будут развозить подарки ветеранам. Кроме того, добровольцы проведут уроки, посвященные Дню Победы в школах и детских садах. И, конечно, примут участие в главном событии – параде Победы 9 мая на площади Революции, где они будут помогать в организации, а также пронесут по площади Знамя Победы. Подробная информация в Молодежном центре «Горгом-35» или по телефону 760255.